Добрый вечер, Илья Лазаревич. Добрый вечер все, кто подсоединится к нашей прямой трансляции в Zoom. Добрый вечер и добрый день, не знаю, утро все, кто посмотрит в записи нашу конференцию, лекцию, которая приурочена к столетию со дня рождения Евгения Михайловича Чумакова, выдающейся личности в области педагогики, физической культуры и, конечно же, самбо. Это заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья международной категории по самбо, заслуженный работник физической культуры. Очень много регалий, почетных званий, но участник Великой Отечественной войны, неоднократный чемпион Советского Союза по самбо. И сегодня, в юбилейную дату 100-летия со дня рождения, мы встречаемся с его учеником Илья Лазаревич Цыпурский. И мы будем очень рады услышать лекцию, которая называется «Рекорд Чумакова» от вас, Илья Лазаревич. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие товарищи, кто смотрит, коллеги, все, кто, так сказать, принимает участие в сегодняшней нашей беседе. Это не лекция, это дань нашему общему любимцу Евгению Михайловичу, который, значит, год своего 90-летия и в подобных случаях имел всегда научную конференцию, которую проводил РГУФ. В этом году была мысль о том, чтобы пересдать книжку, которая была издана к его 90-летию со дня рождения и попытаться как-то прикрыть вот этот вот брешь. Но ничего не получилось, пандемия и так далее. Поэтому мы вот мелкими силами пытаемся закрыть вот эту брешь, которая образовалась, и в память о нашем учителе, причем слово «учитель», я говорю с большой буквы, Евгения Михайловича, и посвятить ему сегодняшнюю нашу беседу. — Значит, Евгений Михайлович родился в Гжатске до войны, ну, естественно, в 21-м году, 15-го февраля. Вот, он был, значит, семья переехала в 36-м году, приехала в Москву на Октябрьское поле, и там как-то недалеко, если кто-то знает, находятся крылья советов. И вот в этих крыльях советов Евгений Михайлович себе сначала выбрал секцию бокса, но потом ему, как он сам выражался, набили физиономию там, и он ушел в секцию самбо. Почему самбо не может объяснить? Ну, как показала практика и жизнь, что это был правильный ход, и он, так сказать, нашел свое законное место, и причем мы нашли человека, который занял законное место в развитии и создании самбо. Значит, Евгений Михайлович прошел всю войну, где-то в 36-м году, в 37-м году, да, в 36-м году он начал заниматься в крыльях советов, позже начал его и там тренировать Анатолий Аркадьевич Харлампев, так что Евгений Михайлович считает его своим учителем. И, значит, в 46-м году практически там начались, когда Евгений Михайлович хотел сказать два слова, он был на войне, прошел всю войну, причем его призвали в возрасте 20 лет, прошел всю войну, получил два ранения, одно, которое очень серьезное в руку, потом он пытался как-то бороться с этим уроном. И, будучи травмированным, он два раза еще завоевал чемпионат Советского Союза. Значит, после войны Евгений Михайлович продолжал тренироваться в «Динамо», и, насколько я понимаю, он начал там еще и подрабатывать, как тренер. Но потом он ушел в аспирантуру и с 51-го года начал учиться в аспирантуре. Но уже к 51-му году, видимо, вот этот вот период с 36-го до 51-го, исключая войну, он дал возможность его педагогическому дарованию как-то проявиться. И Евгений Михайлович понял, что он должен как-то науку протолкнуть в этом... Ну, слово «наука» очень грубое, но тем не менее, протолкну слово я для этого. И он занялся серьезно изучением техники борьбы с самбо. И когда он защищал свою диссертацию, то у него была такая вот таблица, вот такая таблица, я не знаю, видно, той систематики, которую он создал, будучи еще, ну, так сказать, готовым аспирантом, но еще не будучи кандидатом. Видно вот это все? Илья Владимирович, да, таблица видна, но, может быть, не все видно, что там написано, но, по крайней мере, мы видим, что... Но по объему тому материала, который тут есть, я могу сказать, значит, здесь есть и броски руками, и броски ногами, и варианты, и комбинации, и все. То есть Евгений Михайлович пришел в аспирантуру, кстати, у него был научным руководителем Сорокин. Он ничего в самбо, в хорошем смысле слова, не понимал, но он был хороший классик, вот, и, видимо, он тоже как-то Евгению Михайловичу помогал вот в этом плане. После того, когда, значит, он поступил в аспирантуру, то существует такое правило, что должен быть научно-педагогический эксперимент. И для того, чтобы вот этот научно-педагогический эксперимент поставить, Евгений Михайлович создал две группы. Ну, они по количественному составу были одинаковые, но по качеству и восприятию, которое, так сказать, требовало от учащихся Евгений Михайлович, они, видимо, разнились. Значит, я хочу сказать, какие основные требования прикладывал или закладывал в своих требованиях Евгений Михайлович. Это сознательность, это активность, это систематичность, это последовательность, это наглядность, это доступность и это прочность. Вот эти были основные принципы, которые он закладывал тогда, когда принимал студента или кандидата, значит, вот в эту группу. Ну и, значит, вот эта группа, вот у меня есть эти две картиночки сейчас, 178. Он, значит, создал эти две группы, вот одна группа, и вот вторая группа, вот таких две группы. Надо сказать, что практически все ребята из вот этих двух групп, там по 15, 14 по одной группе, значит, тоже 14, вот все эти ребята, они потом как-то прижились или не прижились и до какого-то уровня дошли в своих спортивных достижениях. Но дело все в том, что они явились той базой, ну или тем, значит, материалом, на котором Евгений Михайлович разработал настоящую методику подготовки и создания, ну, как говорится, высококвалифицированного самбиста. Значит, ну, сегодня мы можем сказать, что на базе вот этих вот своих, значит, своих тренировочного процесса, своего тренировочного процесса, я сейчас скажу несколько слов о нем, он подготовил методику подготовки самбистов, и, значит, которая дала возможность ему впоследствии написать работы учебные. Значит, дело все в том, что вот на сегодняшний день кажется, что Евгений Михайлович готовил, как все готовят тренера, значит, показал прием, изучил прием и так далее. Но специфика Евгения Михайловича заключалась в том, что у него были многие моменты такие чисто человеческие, когда к нему человек обращался, он говорил, а сам как ты думаешь, а сам как, то есть он развивал, значит, инициативу свою. Или он, когда показывал прием, он говорил, этот прием можно сделать по-другому, можете какой-то другой сами показать прием. Короче говоря, то есть вот Евгений Михайлович, он, на мой взгляд, да не только на мой взгляд, он как-то смог вот не только создать базу для восприятия техники, но он впоследствии и говорил о том, что надо развивать и силу, надо развивать ловкость, надо развивать, значит, технику, физическую подготовку. Значит, известна так называемая спираль Чумакова. Значит, спираль Чумакова, она базируется на известном принципе повторяемости, известном принципе повторяемости, которая, значит, дает возможность. Вот, это спираль Чумакова. Немножко повыше, Илья Лазович, немножко повыше. Ага. Вот так, да? Значит, по вертикали идут образующие спирали, а по низу идут приемы, значит, которые идут на образующие. Причем, поднимаясь вверх по спирали, вы, значит, есть так называемых, тоже термин, предложенный Евгением Михайловичем, это линейная и концентрическая схема обучения. Значит, он считал, что наиболее перспективна в коллективе концентрическая схема, а если вы находитесь на каком-то длительном сборе или длительное обучение идет к какой-то группе людей, то можно заниматься линейным способом. Значит, вот благодаря этой спирали получалось так, что человек, предположим, переднюю подножку однажды усвоил, потом следующий, он проходит потом задняя подножка, потом проходит бедро, потом еще какое-то. Ну, систему там Евгений Михайлович предложил определенную, чтобы, значит, генетически тоже все это дело попадало в свою, как говорится, клеточку. И благодаря, значит, вот этой спирали, значит, каждый студент, уже не студент, я скажу, потому что тут у меня мысли набегают. Евгений Михайлович защитился в 1953 году, а потом он уже работал преподавателем, то есть у него были студенты, которые приходили тоже с этими же группами занимались. Вот, и потом поступал новый контингент обучающихся, кто хотел заниматься в секции. Ну, позже туда пришел и Генрих Карлыш-Шульц, и, значит, Дорошкевич, и Степанов, ну, многие известные, Лукичев, Сашка, вот, многие пришли после того. Они не были в этих двух группах. Но, я еще раз говорю, база этих двух групп дала возможность Евгению Михайловичу отработать и грамотно поставить вот эти вот все моменты. Илья Владимирович, можно, чтобы пока мы не убежали вперед, вопрос у меня сразу возник. Группы, вот эти экспериментальные, из, две группы были, это были студенты... Нет, это были пришедшие со стороны, в частности, без бахварства, честно, мне приятно. Я попал в одну из этих групп. В одну из этих групп я попал. Вот, я пришел первого, я пришел 30 декабря, там, я уж не помню, а он мне сказал, после школьных каникул придешь, и я тебя возьму в секцию. Я записал он меня, по крайней мере, в одну из этих групп, и я попал в эту группу. То есть, он не отрабатывал. Он потом вот эти вот признаки, о которых я тут, принципы, о которых я говорил, он внедрял в массу вот это, чтобы была посещаемость. Причем я должен сказать, что коллектив получился мощный, коллектив получился мощный. Через руки Евгения Михайловича, ну, наверное, только как вот у нас принято сейчас секционно, что ли, ну, я думаю, что человек 200 прошло. Но часть из них были студенты, ну, такие, как, например, вот известный, сейчас работает этот Ваня Свящев, работает в Руговке, вот он доктор наук, и это все. Он проходил как обучающийся студент. Но он тоже как, потому что когда вокруг тебя одни чемпионы, ты тоже хочешь стать чемпионом. Он стал мастером спорта, выиграл там в Москву несколько раз и так далее. Вот, значит, и я подумал, что я слишком много хочу рассказывать, мне надо немножко слушаться, потому что у меня есть ряд эпизодов, которые я в любом случае хочу рассказать еще. Хорошо, да. Значит, понятно, да, то есть он брал всех, он брал всех. Ну, там, предположим. Еще один нюанс еще. Это были, значит, и как студенты, так и люди со стороны, но это были все самбисты. Они уже занимались самбо или еще были те, кто еще даже не занимался самбо? Да, но потом, когда он уже понял, что надо разделить, у него появились, во-первых, ученики, которых он заставлял. Ну, и под учеником я подразумеваю не секционный, а который учился у него как преподаватель будущий. Вот, он давал молодых уже, методику он давал свою, но тренировали они. И у нас был еще такой зал для молодых, так скажем. Зал был для взрослых, и зал был, там две таких комнатки были маленьких. И он, то есть ему помогали уже. Значит, я хочу сказать уже, так буду уже, так сказать, эпизодами, потому что я так понял, что по времени я немножко затягиваю. Значит, для того, чтобы вот все-таки фиксировать технику, Евгений Михайлович разработал методику пляшущих человечков. То есть он создавал любому приему определенное обозначение. Ну, там подножка, например, там нога под заднюю ногу идет, там бедро там этот. Ну, то есть он создал так называемую группу пляшущих человечков. Ему помогал в этом вопросе Володя Волков, помню, значит, помогал ему. То есть Евгений Михайлович втягивал в свою работу еще и уже потом, когда они же тоже, его студенты тоже хотели стать кандидатами, то же самое вот Свящев, ну, это случайная фамилия мне сейчас. Вот, он же потом и доктором стал, вот, но, значит, они все хотели тоже, и каким-то образом Евгений Михайлович им давал возможность, значит, давал возможность им участвовать в этом процессе. Вот, значит, ну, чего? Евгений Михайлович заставлял нас всех писать индивидуальные планы обязательно. У каждого был индивидуальный план. Вот, всем советовал заниматься своими приемами. Я должен сказать, что я не читал чужих планов, но свой план я читал. Значит, в одном из планей, я помню, когда уже, я, по-моему, уже был достаточно, так сказать, ну, взрослый мальчик, я имею в виду, по спортивным результатам. Вот, и я написал, что, наверное, мне надо все-таки боксом заняться. Я, наверное, думал тогда, что я буду боевым сам позаниматься. Вот, и поэтому я сказал, что он говорит, нет, Илья, тебе надо пойти в гимнастику или пойти в акробатику, тебе гибкость нужна. Вот, ну, такой совет был, например, да. Вот, значит, потом, когда у меня был вес, я когда пришел в секцию, там, у меня был 77-100, а тогда 100 грамм, это весовая категория была, это я говорю, Евгений Михайлович, ну, я 100 грамм сгоню. Нет, тебе надо расти, и ты должен, иди, Борис, в 77, и потом будешь расти. То есть, вот такие мелкие элементы, они постоянно были у Евгения Михайловича. Вот, как сам думаешь, как ты толкуешь то и другое влияние. Вот, значит, я должен сказать, что на базе вот своих размышлений, своих умений, своих этих, Евгений Михайлович написал несколько очень важных, серьезных учебных пособий по развитию физической составляющей, по технике, по тактике, по, значит, методике подготовки. Он выпустил очень известную книжку «100 уроков самбо», создал справочник, которому-то я когда, вот этот, сегодня, мы еще не подошли даже к рекорду Евгения Михайловича, мы просто говорим о том, что вот рекорд так просто не делается. Вот, и, значит, он, значит, участвовал в создании плакатов по судейству. Вот, кстати, Евгений Михайлович по своей природе был еще человек очень гуманитарно, ну, как бы так развитый. Он, например, вот делал вот такие орнаменты. Ну, это на каких-то совещаниях, на каких-то, значит, заседаниях. Вот такие вот он делал на орнаменты, и он работал на дереве, мог делать на дереве, и у него есть, значит, на дереве сделанные эти фрагменты внуков и свой автопортрет. То есть это, получается, он вырезал по дереву, да, такие вот? По дереву, резал хорошо по дереву, собирал грибы. Вы, вот, значит, вот, это два его внука, вырезанные по дереву. Вот, и вот, значит, где-то были, и его был автопортрет был еще вырезанный по дереву. Ну, это же, ладно, так. Значит, то есть сегодня, в принципе, наследие Евгения Михайловича, я не знаю, может быть, я сегодня отстал немножко, но все, что вот я читаю сейчас даже, вот, когда бывают эти конференции, то там все-таки все ссылаются на Евгения Михайловича, на его методики, на его, так сказать, ну, какого-то, так сказать, какого-то открытия. Илья Владимирович, а можно сказать, можно сказать так, что Евгений Михайлович Чумаков, так сказать, заложил фундамент самбо, как раздела науки? Да, именно так, именно так. Я это хотел потом попозже сформулировать, ну, и я хотел сразу, тут немножко забегу, я нам мероприят, значит, и вот, и то, что на памятнике, который сейчас поставлен основателем самбо, там, Харлампиев, Ващепков и Спиридонов, вот, там есть фрагмент Чумаковского, такого, этого, значит, гравюра Чумакова, вот, и я считаю, что это заслужено, и спасибо этому, значит, Салавату, да, Салавату Иглаеву, Щербакову, вот, спасибо. Но он тоже занимался самбо, он понимал это дело, и он чувствовал, кто такой, и в предварительных разговорах там были, все, он молочина, и он Евгению Михайловичу отдал там должное, ну, конечно, я честно говорю, я ничего не имею ни против, там, основателей, и, как говорится, я со всеми вместе, но мне хотелось, чтобы Евгений Михайлович был тоже основателем, вот, но не получилось, ну, бывает, что делать, вот, значит, большую роль Евгений Михайлович отдавал мотивации, и когда кто-то завоевывал очередную медаль, вот, он как-то, ну, пытался это обнародовать всем, он строил, ну, тренировочную группу, кто приходил, причем у нас уже тренировка, вначале это все было, ну, как бы сказать, так, ну, немножко, педагогически построено так, чтобы каждый знал, что ему делать, а потом уже, когда люди стали чемпионат, кстати, первую золотую медаль завоевал Евгений Леонидович Глариозов, это было в Харькове в 54-м году, вот, и началась вот эта эпопея медалей золотых, серебряных и бронзовых на чемпионате Союза, тогда чемпионат Союза, это сегодняшний чемпионат мира, может быть, уже немножко, конечно, я завышаю роль, так сказать, вот этого чемпионата, но был период, когда был Союз, считалось Союз начальной стадии, вот, что чемпионат был, это очень трудно выиграть, ну, и вот, и первую золотую медаль принес Евгений Михайлович, почему я сказал, что и все стали равняться на Глариозова, он, что он делает, причем он подхват делал, потому что он где-то учился, научился, значит, был такой, забыл, был не тренер, а учитель, Балавадзе, был Балавадзе, вольник, он хорошо делал подхват, и, значит, этот Глариозов увидел, как этот подхват делается, и начал тогда делать, но забегая вперед, скажу, что, к сожалению, Глариозова в сборную, когда была Олимпийская сборная, я об этом скажу тоже несколько слов, вот, ну, так сказать, Евгений Леонидович не прошел, к сожалению, ну, его не включили в состав сборной, вот, но там свои моменты, значит, так, спираль Чумакова, значит, давайте тогда перейдем непосредственно к вот этому вопросу, который я хотел ну, осветить, как рекорд Чумакова. Главная тема, да, ну, вот это главное, ну, то есть, вы знаете, я хотел, чтобы как-то Евгений Михайлович создалось впечатление о труженике, о человеке, который не был завистливым, который, значит, ну, настоящий педагог, он не стремился быстрее, причем, ты понимаешь, потом был разговор такой, что, конечно, Чумаков, что он там сидит, свою бухгалтерию расписывает, и все, а у Евгения Михайловича уже был процесс запущен, то есть, машина работала, вот как, я даже заранее подготовил, как вот эта красная машина в хоккее работала, когда был Тарасов, и же с ним, вот, то, и вот так же и Чумаков, он уже запустил, и ему не надо было, ну, там, Петров, Сидоров, ты сегодня делаешь что-то, и уже Петров, Сидоров уже знал, что ему делать, и он приходил, а если он не знал, кто-то ему сказал, давай, помоги мне, так и так далее, то есть, очень важно было, что вот этот коллективизм, и потом я зачитаю, у меня там фразы по поводу этого коллективизма есть, вот, ну, что, значит, очень важный справочник Евгений Михайлович создал, я сегодня не знаю, какая судьба этого справочника, значит, и, я хочу сказать несколько слов о том, что, как получилось вот это вот, значит, рекорд. Лазаревич, хочется, хочется, вот, ну, для наших слушателей или зрителей, которые будут смотреть записи нашу трансляцию, рекорд Чумакова, что это? это, в чем этот рекорд, или как его можно, рекорд Чумакова, это? Значит, я должен сказать, что все, что сделал Чумаков, сам появлялось рекордом, вот, методикой которого, спираль Чумакова, значит, классификация Чумакова, значит, методичка по этому, 100 уроков по Чумакову, сегодня, ну, никто не отрицает наличие других учебников, и все, но когда меня спрашивают, что вы хотите, я говорю, что это? А рекорд Чумакова, слово появилось, почему? Потому что это очень наглядно, потому что так, я думаю, что есть коллективы, у которых даже, может быть, больше чемпионов, ну, возьмем тоже самбо-70, у них количество чемпионов, я думаю, что намного больше, но у них огромный коллектив, а у Чумакова было, ну, вот этих вот людей, которые создали вот этого, 16 человек было, 16 человек создали вот этот вот рекордный результат, я сейчас о нем более подробно расскажу, вот, и, кстати, из той подгруппы, которой были две студенты, туда только двое вошли, туда только двое, а остальным как-то не довелось вложить в копилку, они не смогли стать, там учитывались только чемпионы Советского Союза и призеры, для нашего времени, для нашего времени, это 56-й, 54-й и 68-й год, ну, 60-е, 70-е годы, для нас это, я имею, для нас самбистов, это было самое высокое достижение, которое мы могли, ну, там потом начали, когда начинался этот дзюдо, началось все, тогда появились, и об этом я сейчас несколько слов скажу, вот, поэтому вот эта вот сама спираль, то есть, сама, сам вот эта, выглядит это следующим образом, значит, во-первых, это дало возможность, методика Чемакова, я еще раз подчеркиваю, мы не считаем ни чемпионат Москвы, хотя чемпионат Москвы давал право получить звание мастера спорта, для нас мастер спорта, это было что-то, вершина, бонблан своеобразный, вот, и чтобы, это, чтобы достичь этого, у Манблана надо было, а потом у Евгения Михайловича этих мастеров, простите, было как, грубо скажу, нерезанных собак, вот, значит, значит, вот эти вот 16 человек, я поименно могу их назвать, выиграли 63 медали, из них 36 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых, итого 63 медали, и всего этого сделали 16 человек, это не каждый смог из коллектива, который был у Евгения Михайловича, хотя там были ребята, которые, ну, я не знаю, в последующем выиграли, даже чемпионаты мира выигрывали, когда началось вот это вот, они, то есть продолжали свое, подзюдо очень хороший был результат, например, но про Олега Степанова отдельно, я сейчас должен два слова сказать, если время позволит, вот, это был вообще уникальный человек, хотя он не был в этих подгруппах, которые были там, вот, значит, и в чем, в чем, значит, прелесть этой спирали, в том, что всего с период, с 15 лет, вот, 54 по 68 год, ну, прибыли 15 лет, вот этот, часть коллектива, которая смогла добиться чемпионского звания или быть призером чемпионата Советского Союза, создала вот такую вот кривую, которая вообще общеизвестна, это гауссовская кривая в математике называется, то есть, когда есть, чуть повыше, немножко повыше, чуть-чуть, ага, да, вот теперь видно, когда есть начало, когда есть максимум и когда есть уход, то есть, кривая, называется она гауссовская кривая, вот она вот такая, ну, как синусоиды, если так сказать, вот, значит, и, ну, этот, вот этот вот, вот это вот достижение, оно, понимаете, я еще раз говорю, оно может быть в каком-то другом коллективе, оно более высоко, но я думаю, что за 15 лет в тех условиях, больше такого, повторить этот рекорд, который был, тогда это вообще было что-то, ну, недостижимое, сейчас это, ну, можно сказать, что, да, молодцы ребята, вот, значит, выиграли, выиграли там, свечок, был один год такой, 62-й год, когда из восьми разыгрывали, тогда и восемь весовых категориев, из восьми разыгранных медалей, завоевали, пять золотых, пять золотых, и две серебряных медали, завоевали, то есть, вся команда уехала с медалями, и пять, представляешь, пять золотых медалей, из восьми разыгрываемых, ну, вот, это и есть рекорд Чумакова, значит, еще раз хочу сказать, что он еще, ну, знаменит, конечно, тем, что сдал, да, и этот коллектив, этот коллектив стал, в какой-то мере, базовым коллективом для создания сборной олимпийской подзюдо, вот, то есть, из сборной олимпийской подзюдо попала там, не так много, но один человек, о котором я хочу отдельно сказать, он, как бы, является палпредом от Скифа в этой сборной, это Олег Степанов, значит, на олимпийские игры повезло, повезли всего четыре человека, значит, это, можно было от страны везти четыре человека, это четыре веса, легкий, средний, тяжелый и абсолютный, вот, к чести всех, тогда этот, Евгений Михайлович, кстати, был тренером сборной, его, он участвовал в тренировочном процессе сборной команды подзюдо, вот, значит, и, значит, тренерский коллектив, я думаю, что Евгений Михайлович там тоже сыграл немаловажную роль, взял и сделал спаренных два веса, легкий вес и тяжелый вес, в легком весе взяли Степанова Боголюбова, в тяжелом весе взяли Кикнадзе и Чиквеладзе, и это был гениальный, я думаю, что и Андреев, и Адлин Михайлович, который тогда занимался, как говорится, был главным начальником во всей этой тяжелой работе, тяжелая была, вот, и Степанов, значит, представлял коллектив КИФ, немногие, но Динамо было, это был Кикнадзе и Чиквеладзе, Кикнадзе, Чиквеладзе и Боголюбов, они были трое из Динамо, и Степанов был из Скифа, ну, дело все в том, Илья Владимирович, но Олег Степанов, он, как вы уже сказали ранее, он не входил в ту экспериментальную группу, которая была... я же тебе сказал, что, к сожалению, из этой экспериментальной группы, вот в эту вот рекордную табличку, попало только двое, попало только двое, но это был, как говорится, то сырье, которое дало возможность Евгению Михайловичу грамотно расставить, это же не просто квадратики здесь, не просто квадратики здесь стоят, а это что сделал, когда сделал, это пряшущие человечки, это огромный труд, и спираль Чумакова появилась, она вообще спираль, спираль как метод обучения, он известен, естественно, до Чумакова, это как таблица умножения, но Чумаков свою методу сделал, и свои последователи сделал, когда партер, когда стойка, Когда мы повзрослели, мы уже сами думали. Он дал возможность нам самим думать и самим делать. Кстати, Степанов как-то пришел к Чумакову и сказал, Евгений Михайлович, вот я придумал вот такой прием. Он говорит, молодец. И через два или три дня он принес ему конек так называемый. И через два-три дня ему Евгений Михайлович принес какую-то старую книжку, где этот конек был уже описан. Вот эта метода была Чумакова. Он ей сказал сразу, ты знаешь, что таких, как ты, много уже. А он сказал, какой ты молодец, что ты, значит, это. И тут я хочу еще один эпизод, ну, так сказать, может быть, похвастаться немножко. Я несколько раз был в Японии. И всегда это получалось бегом. А вот тут как-то я поехал на чемпионат по ветеранам. И у меня предоставилось возможность. Мы в Кадакане боролись. И я смог пойти спокойно в музей, погулять по музею. И тут я увидел, значит, ну, японцы, отвлекусь минуточку. Японцы, ретрограды, они только в белом кимоно. Даже сегодня, когда Международная Федерация дзюдо приняла два цвета курток и кимоно и этих штанов, вот, то там есть синие. И японцы же проводят по сей день в белом кимоно чемпионаты Японии по дзюдо. Других не признают японцы. И вдруг я вижу, значит, на пьедестане почета стоит, значит, накатание итальянец, я забыл, Степанов и Боголюбов. Причем Степанов и Боголюбов стоят в тренировочных костюмах вообще сборной Советского Союза. И то же самое стоит, значит, накатание, этот стоит Инакума, стоит Роджерс, стоит Чиквиладзе и Кикнадзе. И тоже в этих, ну, естественно, в тяжелом весе они боролись, они стоят в этом. Представляешь, какая была, значит, ну, так сказать, воля и какие были, ну, так сказать, запасы силы, чтобы прийти и в Японии выйти в тренировочном костюме самбистов. То есть они подчеркнули, что и участником этого дела был воспитанник, одним из участников этого. Ну, это была вся, конечно, сборная, потому что они представляли весь Советский Союз, все это. Но просто я тебе хочу еще раз сказать, что все-таки это был от плоти и крови Чумаковский воспитанник, понимаешь? Вот. И, конечно, Степанов, я тебе скажу, он официально восьмикратный чемпион. Я знаю, что он две схватки потерял просто по дороге шел, когда и потерял две схватки. Вот. Я считаю, что рекордсменом является, правда, этот, как его фамилию забыл, прости меня, Саша. Саша из этого, Омска. Сашка забыл фамилию его. Значит, он официально девятикратный чемпион Советского Союза. Степанов восьмикратный. Но я еще раз для меня Степанов десятикратный чемпион Советского Союза. Значит, вот я хотел, чтобы как-то вот из этой эмоциональной части моего рассказа пошло понятие, что в какой был коллектив, какого Степанова родил Чумаков. И все там рядом стоят, я уж не говорю, там Шульц, Глариозов, Дорошкевич, Багаль, этот, Лукичев, Юдин, Толя. Шестнадцать человек, которые были чемпионами и призерами Советского Союза. Вот. И я тебе скажу, что каждый из них потом, когда вот эта волна пошла, ну, после 68-го, где-то 70-го года, тем более в 72-м году, когда уже официально разделилось самбо и дзюдо, уже в 70-м, в 60-м стал спад, как-то, ну, так сказать, Евгению Михайловичу переехали, РГУФ уехал туда где-то, в Измайлово. Вот. И, ну, не то, что коллектив распался, все равно ученики и сегодня, по сей день, вот тот же самый Ваня Свящев, много я ему сегодня уделил, пусть меня другие не обижаются, потому что там есть и тот же самый Табаков, и все, кто, ученики Евгения Михайловича, но они все были ученики Евгения Михайловича, вот, Чумакова и сегодня и руководящих органов Федерации, значит, Всероссийской Федерации, Московской Федерации, много учеников, которые вообще Евгения Михайловича, я считаю, что все самбисты считают своим, своим, значит, учителем с большой буквы. Ну, и вот гравюра на памятнике, значит, Салавата Щербакова, я считаю, что это заслуженная и вечная, так сказать, память Евгения Михайловича. Значит, я еще раз начну сначала, что хотелось бы, чтобы выпустить, вот эта книжка, она была выпущена в девяностом, в девяносто первом году, к девяностолетию, девяностолетию, со дня смерти, со дня рождения, сейчас, в 2011 году. Хотелось это уже такую же книжку, была попытка, но она не удалась, к сожалению. Вот, и вот этим маленьким, ну, благодарственным словом все мы должны сказать, Евгений Михайлович, спасибо вам за то, что вы были в нашей жизни. Евгений Михайлович, ну, во-первых, спасибо вам за вашу лекцию, или как вы называли, так сказать, наверное, это вот такие вот воспоминания, теплые об учителе. Хотелось бы вот, чтобы вы немножечко, пару слов вот о книге, куда вы все время заглядываете. Я помню, вы мне одну такую книгу презентовали, эта книга, можете пару слов об этой книге сказать? И вы сказали, что она была издана в девяностолетию, со дня рождения. И вы имеете в виду, что вы хотите, идея пересдать эту книгу, или что? Ну, тут я хочу поделиться честно, потому что все хотят, как говорится, присоединиться к какому-то делу. Я говорю, ребята, я готов взять на себя, как говорится, ну, так сказать, ведущую роль. Ну, я издавал книжки, у меня по специальности все. Ну, я знаю, что это непростой труд. Ну, я говорю, что мне, конечно, одному потянуть тяжело, но я хочу выпустить это. И началось. Илья Алашевна, вы покажите, что вы написали. Да я, то, что я написал, я покажу вам потом. Вы мне дайте то, что вы написали. Ну, вы знаете, надо посмотреть, вы знаете все. Я встал, у меня когда хватило, я уже тогда все, что я мог добиться в самбо и в дзюдо, я уже добился. Поэтому я встал одному с вами и говорю, ребят, спасибо большое, я буду книжку писать сам. Вот, спасибо. Есть такая Наталья Павловна Казановская. Вот, она училась со мной вместе в институте. Вот, но потом она закончила еще филфак какой-то там. И, короче, занималась издательской деятельностью. Вот, и она мне помогла, поскольку у меня со всеми вот этими, и 16, и тут даже больше, тут и Тышлер есть, тут и Новиков есть, тут многие есть. Она со всеми с ними взяла интервью. Это очень облегчилось. А уже канву связать, уже вот эту, ну, без состава, вот эту, вот этой, и спираль Чумаковой, и в таком виде. Потому что я знаю, что есть издательная спираль Чумакова по горизонтальной, как вот плитка электрическая, такая спираль. Ну, там сектора. А я сделал, ну, более мне казалось, что доходчиво. Ну, и многое. Тут и по истории, тут и все. Вот. Ну, короче говоря, это был... Эта книга называется «Тренер, которому нет равных». Так я понимаю? Да. Можно ее как-то вот показать, обложку, чтобы... Вот, пожалуйста. Илья Лазович, у меня вопрос такой. Ну, тренер подразумевается Евгений Михайлович Чумаков, правильно, да? Да. А вот вы говорите, книжка называется «Тренер», а вы называете, говорите, что для многих самбистов он является учителем. Для вас есть разделение «Тренер» и «Учитель»? И почему именно «Тренер» названа книга, а не «Учитель»? Значит, я скажу, потому что здесь только в основном практическое его... Здесь нету его учеб этих, его нету этих ученых научных выкладок, здесь нету в его книжке в этой. Здесь есть результаты. Вот. То есть научные труды Чумакова здесь не охватены, поэтому... И потом я тебе скажу, что учитель, это появилось, ну, больше, мне это кажется, там из Зюдо, где там сенсей, учитель с большой буквы, и, ну, это чтобы как-то усилить немножко. Вот. Поэтому именно «Тренер» хотелось сказать, что вот он воспитал... Ну, я считаю, что... Ну, вот есть высказывания, тут есть некоторые высказывания, например. Тут есть «Курица и яйцо» такое, вот, высказывали. Мне кажется, вот там Сашка Лукичев неплохо сказал. Ну, тут этот... А, вот, значит... Воспитанник Чумакова-Лукичева. Для меня ответ на этот вопрос прост. Талантливый тренер работает с талантливым борцом. Результат – рождается борец-шемпион. На питательную среду климат в коллективе формирует все же тренер. Кстати, про коллектив. Хорошо, что мы с тобой сейчас это... Я сейчас засчитаю, как Чумаков сказал. Я упустил это из виду. Сейчас я напишу, засчитаю. Значит, обучение... Евгений Михайлович писал. Обучение спортивной борьбе – педагогический процесс, направленный на физическое, умственное совершенствование занимающихся. Обучение в борьбе самбо носит воспитательный характер. В воспитании борца ведущая роль принадлежит тренеру. Основным средством воспитания борца является здоровый и сильный коллектив, в котором он тренируется и живет. Воспитание и обучение тесно связаны между собой и взаимосвязаны, взаимозависимы. Правильно построенный процесс обучения помогает добиться высоких результатов в воспитании борца. Значит, я хочу, чтобы это был коллектив. Значит, тренировались мы на Казакова, а на разгуля... Как я забыл там на углу-то? На Лялине переулке там был магазин армянский. И там продавались за три копейки этот томатный сок. И вот мы секция, ну не вся, конечно, секция, но вот этот вот костяк, который там готовился к Москве, например, или еще там, мы ходили и за эти три копейки все вместе пили вот этот вот томатный сок. Если это было 31 число, то мы тренировались вместе. Поэтому, понимаешь, я не задумывался особенно над этим вопросом. Конечно, он был не только тренер, он был и учитель. Евгений Михайлович был учитель. Потому что я все-таки немножко слово учитель ставлю повыше, мне кажется так. Но я не хотел обидеть Евгения Михайловича, а именно хотел подчеркнуть его вот эту тренерскую. И, кстати, видишь, родился вот этот рекорд Шумакова. Я утверждаю, даже в спорном варианте, что нету. Я знаю, что, например, в Кстово там медали, ну я не знаю, пруд пруди. Там чемпионы мира есть, все. Но я тебе скажу, что бронзовая медаль Степанова, Боголюбова, Кикнадзе и Чиквеладзе на Олимпийских играх дороже всех тех, что это были первые Олимпийские игры по дзюдо. Вообще первые в истории дзюдо, вековом истории, вековой истории дзюдо. И эти четыре человека, им, во-первых, сразу дали звание заслуживших мастеров спорта. Хотя тогда давали заслужившие мастера спорта только за чемпионскую, за олимпийскую медаль золотую. Им всем дали сразу четыре заслуживших мастера спорта. Ну и Чумаков, конечно, был учителем тоже. Илья Лазаревич, Вы еще буквально, может быть, минут пять, хотел, вот Вы сказали, что Вы озвучите ту группу, которая была вот эта экспериментальная. У Вас есть запись тех 14 человек, которые попали в эту экспериментальную группу первых Чумаковых? Да, да, да. А можете сказать, кто вошел в эту экспериментальную группу? Есть этот список? Список, кто вошел в эту экспериментальную группу, 14 человек, это кто были? Сейчас скажу. Хабаров, Чешейко, Ципурский, Николаев, Ореханов, Кукушкин, Филатов, Сорокин, Семенов, Свистоплясов, Купцов, Игнашкин, Каноненко, Ессин. Это группа? Первая, ну она относительно, ну первая она считалась группой. Написано у Чумакову первой, это я из диссертации Чумакова взял. Вот, вторая, Смелянский, Греков, Глазунов, Морозов, Воронин, Лалаев. Лалаев, кстати, это внук Чумакова. Андерсон, Гликман, Рожжевайкин, Клубничкин, Файдзула, Копейкин, Налетов, Коронов. Это все, они все были самбистами. Они были первой группой экспериментальной. Они пришли в эти группы, они пришли уже будучи занимающимися самбо или они только пришли первый раз на самбо? Ну, это, я думаю, что в основном, ну я, например, пришел на самбо первый раз. Ну я-то до этого играл за сборную Москвы по баскетболу среди юношей. Вот, то есть кто-то как-то, кто-то был, конечно, разная была физическая. Я не могу, я знаю, что Сашка Клубничкин стал чемпионом Советского Союза, Цепурский стал чемпионом Советского Союза. Больше там этих ребят нету, к сожалению. Вот, но все я знаю, что Ореханов был чемпионом Москвы, значит, этот, там много фамилий, которые были чемпионами Москвы, чемпионами Буревестника, там, чемпионами Труда, чемпионами Динамо и так далее, и так далее. То есть это достойные были ребята. Но именно вот на этих двух экспериментальных группах в конце концов вот сложилась вот эта вот методика Чумакова, которая дала свой вот этот результат рекордный, да? Конечно, конечно, конечно. То есть вот эти две группы, это можно так сказать, они были первопроходцами вот этих вот исследований Чумакова? Ну, я не думаю, что они были первопроходцами, но первоиспытываемые мы, первые подопытные, да, это были они. Илья Лазаревич, спасибо большое за интересный, на мой взгляд, интересную лекцию, ваши воспоминания. Конечно, я уверен и знаю точно, что можно говорить, вы можете рассказывать о Чумакове еще, я думаю, не один час. Вот, но в заключении нашей лекции, вашей, точнее, лекции нашей беседы, я хочу немножечко анонсировать еще одно мероприятие, которое будет проводиться. Вы об этом сказали, что в РГУВКе, ну, к ЦАЛИФ, проводится конференция, посвященная памяти Чумакова, ее проводят также, вы сказали, ученик Чумакова, это Сергей Евгеньевич Табаков. Это конференция, которая, вот у меня есть один из сборников, вот этой конференции, да, интеграция науки и практики единоборства. Эта конференция, она будет в этом году проходить, и она просто перенесена, обычно она проходит в феврале, 15 февраля, это именно день рождения Евгения Михайловича Чумакова, но она перенесена на 15 ноября. И одна из задумок Табакова, чтобы это была именно, ну, так называем, живая конференция, чтобы приехали люди и именно выступили и со своими докладами. И я думаю, что, во-первых, мы с вами, так сказать, анонсируя, приглашаем всех на эту конференцию к ЦАЛИФ, и я надеюсь, что она будет тоже интересной, и может быть, кто-то попробует тоже развить эту тему, вот, может быть, еще больше, тему Чумакова, которая была вот там в спиральности в каких-то других исследованиях. Вот так. Значит, они, можно еще минуту? Значит, они все говорят, что они изучают Чумакова, все абсолютно. Кстати, я до предпоследнего сборника, вот Евгения Михайловича уже нет сколько там, в 77-м году, в общем, уже 20, наверное, лет, я писал, я писал всюду, каждый раз писал в эти сборники, вот, которые ты говоришь, в статье о Евгении Михайловиче, делился там своими этим всем. Вот, значит, я заранее прошу, чтобы вот этот материал, если можно, включить его туда, в эту конференцию, чтобы он туда прошел, чтобы лишний раз не говорить, чтобы вот этот вот рекорд, я же думаю, что можно с него, вот. И пусть все, конечно, пишут о Чумакове, но надо показать, что на базе вот того, что вы, они же все пишут, констатация, вот, сделали столько-то подножек, сделали столько-то этих, весил столько-то, съел что-то и так далее. Кстати, Евгений Михайлович говорил, сметану не надо есть перед схваткой. Много чего это, как говорится, недосказано. Вот, поэтому, понимаешь, а где вот этот вот, где рекорд это? Где рекорды? Где рекорд и того человека, который, значит, но под рекордом я поднимаю, предположим, что, черт, я не знаю, что... Ну, вот такая же зависимость по годам, в течение 15 лет, 16 человек. А почему ты меня не спросил фамилии тех, кто... 16 лети были, спросил фамилии тех... Давайте сообщите нам фамилии тех 16 человек, которые, в конце концов... Я прошу извинения перед Шульцем, перед Юдиным, перед Ципурским, Лукичевым, Дорошкевичем, Корнюшиным, Клубничкиным, Тироном. Значит, я зачитаю. Степанов, Шульц, Глориозов, Юдин, Ципурский, Лукичев, Дорошкевич, Гуляев, Корнюшин, Клубничкин, Тирон, Зубайраев, Алимов, Зайцев, Корякин, Пушкарев. Я прошу перед вами, ребята, извинения, что я о вас ничего... Я все вложил в Степанова, но мы понимаем, что это наш Олег Сергеевич. Когда он выиграл чемпионат Москвы среди юношей, он пришел на следующий раз и ему... Олежка, иди сюда, там что-то... Никакой не Олежка, Олег Сергеевич. И с тех пор он Олег Сергеевич. То есть, вот это... Ну, как бы, ты понимаешь, ну, это что-то родное. И все, да, а там еще есть списки тех, кто не вошел в это число. И есть списки тех, кого еще нету. Ну, богатый материал. Богатый материал. Большой Илья Лазаревич. Да. Я надеюсь, что... Ну, точнее, я приложу некоторые усилия, чтобы вот нашу сегодняшнюю беседу ее перевести в текстовый формат. И я попробую... Ну, как мы поговорим... Вот то, что вы сказали, может быть, можно будет ее как-то включить в сборник... Да нет, ну, в сборник вопросов нету. Я столько писал, это даже вопрос в другой раз, чтобы перевести формат этот. А она в каком формате-то будет? А в каком? Вы имеете в виду конференции или... Нет, вот этот наш сегодняшний с тобой разговор. Наша сегодняшняя беседа с вами, она в видеоформате. Ну, я ее переведу в текстовый, то есть я ее переведу, конечно же, вам я ее отправлю, чтобы вы ее посмотрели, чтобы вы ее, может быть, подредактировали. И я думаю, что это было бы замечательно, если вот ваша лекция в текстовом варианте, сегодняшняя лекция, переведенная в текстовый вариант, вышла бы в сборнике, который выйдет вот в ноябре этого года. Вот, я думаю, что это... Ну, а ею... это как кинофильм-то будет это или... Конечно, 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 это будет и видео, видео будет тоже. После нашей конференции это все записывается и будет видео... Ну, вот это то, что мы сейчас с тобой говорим, наверное, не записывается? Нет, все записывается и это тоже. Конечно, Илья Владимирович, а как же? Ничего не вырезаем. Я еще хочу, знаете, что сказать для тех, кто смотрит наше видео, да, в записи. И что, ну, много лет... Ну, как много лет? Уже много лет существует Академия Самбо Ильи Ципурского. Конечно же, эта Академия не имеет такой масштаб рекордности и не соревнуется с рекордом Чумакова. Вот. По сути, я бы сформулировал так, что идея Академии Самбо Ильи Ципурского заключается в том, что, наверное, мы просто пытаемся заниматься просветительской деятельностью. И вот сегодняшняя наша с вами, Илья Владимирович, беседа, это и есть вот это продолжение вот этого просветительского проекта, который, кстати, вот уже там 4 или 5 раз мы делали семинары в некоторых регионах России с участием тренера Академии Самбо Ильи Ципурского, это Рустем Аликов, да, которого вы знаете, вы были на занятиях. Вот. И сегодняшняя наша беседа – это также продолжение именно вот этой просветительской деятельности Академии Самбо в области популяризации самбо не с точки зрения, возможно, там, может быть, спортивных результатов, а именно с точки зрения самбо как раздела науки о физической культуре. Я, поскольку я знаю, что ты собирался защищаться по этой тематике, и что у тебя направление именно не просто самбо как способ добиться результата в виде медали, а добиться результата в виде человека. Я тебе скажу, что вот практически вот эти все, даже 16 или там 30 или 40, все они вышли докторами наук, работают в сфере, значит, техники и так далее, преподают где-то и так далее. То есть Евгений Михайлович их воспитывал именно так. Но не у всех получается, поэтому не надо стремиться. Я знаю твою направленность деятельности и поддерживаю ее, считаю, что ты правильный. Вот я же был на твоих уроках, когда, вернее, на твоих занятиях, когда семья вся принимает участие. Это воспитательный момент, да, и самбо пускай в этом вопросе помогает всем. Спасибо еще раз, Илья Лазаревич. Спасибо всем, кто будет смотреть наше видео. И еще раз напомню, что мы сегодня слушали лекцию или выступление Ильи Лазаревича Цыпускова, ученика Евгения Михайловича Чумакова, который называется «Рекорд Чумакова», и она посвящена была 100-летию со дня рождения заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Евгения Михайловича Чумакова. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.